В этот день, 12 сентября 1485 года, тверские бояре присвигнули на верность великому князю Ивану Третьему. Тверское княжество влилось в состав московского государства. 12 сентября 1698 года в российском царстве основан город Таганрог. В этот день 1959 года стартовала ракета «Восток-Л» со станции «Луна-2» на борту. Она впервые в истории совершила посадку на спутнике Земли. 12 сентября 1612 года умер бывший царь Василий Шуйский. В мае 1591 года именно князю Василию Шуйскому было поручено возглавить следствие по делу о гибели царевича Дмитрия Вуглича. Комиссия, которую он возглавлял, объявила о ненасильственной смерти. Конечно, тогда еще мало кто понимал, какое это историческое решение. И какую мрачную эпоху открывала гибель самого младшего представителя династии Рюриковичей. И уж тем более никому и в голову не пришло, что глава следственной комиссии сам зайдет на престол. После того, как династия Рюриковичей прервалась, Шуйский был в активной оппозиции к новому царю Борису Годунову. К тому же он, человек, засвидетельствовавший смерть последнего Рюриковича, с легкостью признал в Григории Отрепеве чудом спаршиваться царевича. И так, с помощью этих показаний, у России появился самозванный царь Лжедмитрий I. Потом Шуйский с такой же легкостью сдаст и самозванца, составив против него заговор. Узнав о готовящемся перевороте, Лжедмитрий приказал арестовать Василия Шуйского и публично казнить его. Но когда Шуйский, приговоренный к отсечению головы, лег на плаху, из Кремля прибыл гонец с известием о замене казни на ссылку. Эта милость стоила Лжедмитрию жизни. Шуйский все же закончит начатое, и самозванец погибнет в ходе бунта. 19 мая 1606 года, сразу после свержения Лжедмитрия, Шуйского выгрыкнули царем как бы случайная группа москвичей. Можно сказать, это был первый опыт избирательных пиар-технологий в нашей истории. Так, уже 1 июня у России появился новый царь Василий IV. В том же месяце Шуйский отказался от своих слов о ненасильственной смерти царевича Дмитрия. Теперь он объявил это делом рук Бориса Годунова. За недолгое время это был уже третий подряд царь с довольно сомнительной репутацией и правами на престол. Поэтому страна раскололась. Десятки городов и уездов Шуйского не признали. Для них истинным государем оставался Дмитрий, тот самый Григорий Атребов. И не все еще окончательно поверили в его смерть. Уже летом 1607 года объявился Лжедмитрий II. Личность еще более темная, чем первый самозванец. На его сторону перешли Псков и Ростов, Ярославль и Кострома, Вологда и Галич, Владимир. Уже в мае правительственные войска потерпели тяжелое поражение, и Москва оказалась в осаде. В стране образовались две полноценные столицы. Вторая – это ставка Лжедмитрия II в селе Тушино. Началась и 16-месячная осада Троицы Сергиева монстыря поляками. В Москве голод. Народ собрался толпой и шумом подступил к Кремлевскому дворцу. Явившиеся в Тушино очередные перевесчики сообщили, что Шуйскому установлен срок до покрова, чтобы с Литвой договорился или государство им оставил. Ни москвичи, ни бояре не стеснялись ставить новоиспеченному царю условия. 17 февраля 1609 года в городе поднялся мятеж. Его участники требовали от бояр сверхнуть Шуйского. В адрес царя сыпались обвинения, что избран он незаконно и в обход земского собора, что кровь христианская льется за человека недостойно. В тот раз Шуйский почти чудом держался на троне, хотя он был исключительно интриган, правитель славный. В июле следующего года он был несложен и пострижен в монахи. Спустя еще несколько дней армия поляков вошла в Москву, начиналось длительное междуцарствие. А смутное время еще на два года восторжествовало на русской земле. Конец Шуйского был печален. Он попал к польскому гетману Жалкевскому, который вывез его в Польшу. В Варшаве вчерашний царь был представлен как пленник королю Сигизмунду. Василий Шуйский умер в 1612 году в заключении неподалеку от Варшавы. Он не дожил всего нескольких месяцев до того, как оболчение Минина и Пожарского штурмом взяло Москву и добилось капитуляции поляков.